Приветствую вас, и давайте посмотрим на то, какие проблемные элементы можно вычленить из вашей ситуации. Во-первых, вы пишите, что ваш муж ругается с вами, когда он пьяный, когда на утро, в следующий день все хорошо, он извиняется и так далее. Это первый проблемный момент, связан он с тем, что мужчина откровенно злоупотребляет алкоголем, и вот это нужно рассмотреть подробно. С какого момента, как долго он уже так себя ведет? То есть, как долго он употребляет алкоголь? Тогда я хочу понять, что отставляет ему употреблять алкоголь регулярно. И отдельным пунктом идет акцент внимания на, собственно говоря, возможно, алкогольной зависимости уже. То есть, я, конечно, не хочу вас пугать, безусловно. Но такой момент может быть, а замережный мужчина ничем не меняет. Далее, о чем нужно сказать, вот, отдельно. Значит, поскольку ваш муж ругается с вами только когда пьяный, и вы как бы ругаетесь с ним, то возникает вопрос. А зачем вы ругаетесь с тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения? Ведь пьяный человек не отзнает, что он делает. Пьяный человек, не понимая, что он делает, не отдает СМИ в этом отсчетах. И если вы хотите решить какую-то проблему, если вам хочется, чтобы молодой человек, ваш муж, чтобы донести до него что-то, вам необходимо дождаться, пока он протрясеет, и тогда с ним поговорим. Когда человек пьяный, с ним не нужно, нельзя, не имеет смысла выяснять какие-либо отношения. Просто потому, что он в этот момент не осознает, что делает. Это, наверное, первое, о чем вам нужно серьезно подумать. Не связываться с мужем, когда он пьяный, а все проблемы решать уже, когда он протрясеет. Когда с ним можно вести диалог. Это очень важно. Это первое, о чем серьезно, ну и ну, пам, подумать. Для простоты понимания, мне бы хотелось привести такую аллегорию, если можно, так сказать. Человек, пребывающий в аффекте, то есть в сильном эмоциональном передшином возле, не способен давать себе отсчет в том, что он делает. И мы, наверное, это знаем, что бывает в состоянии аффекта, люди совершают такие действия, которые потом воспринимают как нечто фантастическое для себя. И вот человек, находящийся в алкоголе на пьянине, примерно подпадает под такую же характеристику. Он мало того, что не осознает, что делает, мало того, что все культурные ценности, моральные устои, все это смывается с алкоголем. То есть человек, как таковой, не является тем, кого вы когда-либо знали. Так он еще и легко впадает в эмоциональный аффект. И вы этот аффект, наверное, стараетесь прекратить, говорит, и хватит, перестаньте, а он еще больше на вас кричит. А все потому, что аффект, если он начался, ему нужно дать завершиться. В противном случае вы никогда ничего не добьетесь. Итак, проблему алкоголя мы пока рассмотрели немножечко и отложили ее в сторону. Потому что мужчин-то все устраивает, мужчинам все нравится, а вам не нравится, вам. Понятно, что человек не хочет прекращать, например, алкоголь. Понятно, что человек, наверное, любит, что он так расслабляется, он так отдыхает, и все это очень здорово. Но вам, понятное дело, нужно кто-то менять, потому что и ребенку это ущерпит, и вам постоянные нервы, и все. И здесь, на второй план выступают ваши отношения с родными. На первый план они выступают, потому что вы себя загнали, получается, в клетку. Угол. Не имея возможности наладить отношения с мужем, достаточно хорошие, вы не имеете возможности и положиться на своих родственников. Вы пишете, что ваша мама очень любит, любящий человек, что вас всегда поддержит, поймет и готова, собственно говоря, вас принять. Но она говорит вам, чтобы вы приняли, и, естественно, ваша мама вам это скажет, потому что она стремится вас успокоить. Она не хочет, чтобы ваш брак разрушился. Но это не значит, что она не будет рада вас принять. Это не значит, что она не примет вас. Наоборот, она будет рада вас видеть и помочь вам. Поэтому у нас ваши суждения относительно того, что идти вам некуда, не совсем верно. Другое дело, что следующее предложение, которое вы написали, и оно звучит как то, что вы не хотите нагружать своими проблемами своих сестер, к сожалению, нагодит на мысль о том, что у вас проблемы с самооценкой. То есть вы не считаете свои проблемы достаточно серьезными, чтобы ваши родственники вам помогли. Вот такой вопрос, а почему? Ведь родственники это как раз таки люди, которые всегда придут на помощь в случае возникновения у вас проблем. И не важно, что они думают о проблеме. Наверное, важно, что вы думаете думаете. И если вам проблема кажется серьезной, то ваши родственники, с точки зрения, примут при наличии доверительных отношений и взаимопонимательных. А если этого нет, то есть проблемы с родственниками. Но эти проблемы с родственниками тогда, получается, нужно решать. Можно с ними разговаривать, приходить к какому-то выводу. И что-то как бы выносить из диалога. То есть какие-то контакты постоянно с ними устанавливать. Ибо вы одна не справляетесь. Это очевидно. Соответственно, возникает вопрос. Вопрос, а почему вы не считаете свои проблемы достаточно серьезными, чтобы нагружать ими своих родственников? Может быть, вы боитесь, что ваши родственники вас неправильно поймут? Или, может быть, вы не уверены в себе и так далее? И если второе, то неуверенность в себе очень тонко здесь подчеркивает, что вы не решаетесь никак уехать. И то, что повторяется из раза в раз, все идет по тому же сценарию, а вы не уезжаете. Терпите поведение своего мужа. И до тех пор, пока вы не совершите какой-то конкретный поступок, мужчина так и будет себя вести. Потому что его все устраивает. И он по факту не верит в то, что вы уйдете. А ваши слова воспринимает как угрозу, пустую угрозу. Может быть, как каприз, но не как реальное свидетельство, реальное предупреждение о том, что вы сделаете. И вот именно это ему нужно показать. И понятно, что такой поступок всегда граничит с вашей внутренней неуверенностью. Ведь изначально вы, как бы сказать, отталкиваетесь от своих эмоций. И только потом уже двигаетесь на основе разума. И вы знаете, как ни странно, разум, призванный нам помогать, не всегда оказывает положительную услугу. В данном случае разум генерирует у вас сомнения, генерирует у вас неречительность, которая вам не нужна. Вот вы вспомните, что чувствовали, когда ругались с морем. Запомните это чувство. Вы его не упускаете из видов. И потом, когда эмоции являются, чувство это, вспомните, оно реально, оно истинно. Оно говорит вам о том, что так дальше жить нельзя. Терпеть такое тоже нельзя. И нужно что-то делать. Говоря о том, что нужно что-то делать, притч и речь не обязательно идёт у Батвеева. Притч может идти и о чём-то другом. Например, о серьёзном уголове, если будем относить у него алкоголь. Например, о попытках нейтрализации действия его алкогольного опинина. То есть, по сути, обсуждение вопроса, связанное с пьянством, мужчины, как, ну, в общем-то, на равноправный отслой. То есть, вы можете примерно ему сказать так. Хочешь пить? Пей. Я тебя не буду ограничивать в этом. Но мне не нравится та реакция, как ты себя ведёшь со мной, когда ты в алкогольном опинине. Соответственно, либо ты пьёшь и не приходишь домой вообще, приходишь только когда трезвый уже. Либо делаешь что-то ещё, но я не намерен терпеть твои ссоры, твои скандалы, твои оскорбления, когда ты пьян. И если мужчина вас любит, если мужчина вас уважает, если мужчина осознает всю серьёзность вашего заявления, то он что-то предпримет. Тем более, что вы ничего ему не запрещаете. По сути, вы лишь только защищаете свои интересы. И вот это самое очень важно дать понять, что вы ничем мужем не притесняете. Вы просто хотите, чтобы вам был комфорт, и не посягая на его комфорт, вы не спокоитесь о своём комфорте, на что имеете полное право встать. И вот если мужчина на ваше комфорт внимание обращает, вот тогда нужно предпринять серьёзные действия. И эти серьёзные действия связаны как раз таки, как вы правильно говорите, с ответом. Ответ подразумевает нормализация отношения с родственниками, повышение уверенности в себе, то есть отознание того, что именно ваше восприятие проблем является определяющим, а не сторонним мнением других людей. И, по сути дела, руководство здесь не чувствуем, даст вам положительный эффект, ой, не радуем вам, прошу прощения, который стремится к стабильности, к привычному и так далее. Продолжая ваши интересы как женщины, защищая ваши интересы как женщины, как матери, а всё-таки ориентироваться здесь нужно на чувства, которые реализуют ваши личностные потребности. И они, как раз таки, более важны. Потому что, если вы будете в себе постоянно всё подавлять, то вряд ли вы будете счастливы, а если вы не будете счастливы, то вряд ли ваши дети будут счастливы. А я думаю, что для своих детей вы желаете лечь только самого лучшего. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Я желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...